Всем привет! Рада видеть вас у себя в гостях. Сегодня вас ждет очередной влог на моем канале. Нам наконец-то привезли мебель. Помните, было видео, когда я показывала, как к нам приезжал замерщик, и очень-очень много шкафов нам нужно было и гардеробную обустроить, и прихожую, и коридор. В общем, под лестницу сделать шкаф. Много всего, и сегодня как раз-таки приехала машина. Машина привезла целую тонну, представляете, тонну мебели. Так что иду их встречать, и походу буду вам некоторые видеозарисовочки оставлять в это видео. Вот такая огромная машина привезла нам мебель. Получилась тонна наших шкафов по весу, представляете? В итоге нашей мебелью заполонили всю террасу. В прихожей и в зале коробки. Мягкая штучка в прихожую, смотрите. Такая серая эко-кожа матовая. В общем-то я довольна, я очень переживала, что может оказаться темной. Нет, не темная, нам очень подходит. Здесь должны быть еще крючки для одежды. Но вот крючки, получается, я заказала отдельно, сама уже, потому что то, что предлагали, мне не совсем понравилось. И, видимо, вот здесь они будут вместо пуговиц стоять. Вот так. Мне кажется, будет очень хорошо. Пока собирают шкафы, смотрите, чем я занимаюсь. Делаю вот такую мозаичную картину. Давно я мечтала о ней. Первая моя картина из стразиков. Начала снизу. Видите, здесь очень много белых, вот таких вот стразиков. И вообще здесь вот целая коробочка у меня. Потихонечку иду, прям не прыгая, отрываю пленку. И вот какую-то область себе выделяю. Вот сейчас отделила вот эту, видите, и выкладываю с помощью пинцета. Вообще, конечно, такое интересное, но напряжное занятие, потому что требует концентрации внимания. Зрение напрягается. И, соответственно, шейный отдел тоже. Поэтому иногда даже начинает болеть голова после такого занятия длительного. Нужно делать перерывы почаще. Но результат, думаю, будет классный. Еще хочу вам показать вот такую картину. Это не я рисовала, это я заказывала. Сирень. Мне кажется, она прямо вот на этой стене, на кухне, будет смотреться вообще очень классно. Подходит. Прям идеально. Сейчас еще покажу у дочки картину. Это вот дочке в комнату повесила. Вот такие пионы. Если предыдущая сирень просто печать на холсте, то вот эту я уже заказала, чтобы мне ее маслом нарисовали. То есть тоже холст напечатанный. И сделаны такие масляные мазки. И уже пионы выглядят объемными. Очень красиво. В интернете нашла сайт, постер на заказ. И, по-моему, там я заказывала. Быстро привезли. Быстро все нарисовали. И достаточно качественно. Так что сейчас подыскиваю еще в гостиную. Что такое интересненькое нарисовать. Потихоньку перевозим вещи. Здесь вот игрушки уже переезжают. И книжки. Книжки тоже начинаю привозить. Детям вот уже дочки. И вот эти вот книжки, если помните, я показывала вам их в одном из влогов. Как-то перед Новым Годом. И сейчас у нас появилось продолжение. Давайте я вам покажу поближе. Классные книжки до сих пор. Страницы ароматизированы. Пахнут. Было у нас две книги. Козлик Чарли ищет лекарственные травы и встречает Новый Год. То есть такие вот прям классные-классные ароматные странички. Здесь вот съедобные все ароматы про Новый Год. Практически все пахнут прям реально до сих пор. Открыла книжку и такие ароматы необыкновенные. И вот она новинка. Козлик Чарли в швейцарских Альпах. Волшебная книга с 12 ароматизированными страницами. Упакована также классно. Здесь вот такой вот чехол плотный, который снимается. И сама книжка. Плотные странички. Такая хорошая полиграфия. Аромат травы. Горный козел. Да-да-да. Теперь дети знают, как пахнет горный козел. Валерьяна, ежевика, кедровая сосна, пещера. Такой немного аромат сырости. Черный кокушник. Наверное, так. Вы знаете, если бы я не прочитала название, я вообще подумала бы, что ароматизировано именно шоколадом. Шоколадом. Да, пахнет шоколадом. Козлик. Ну а как же? Как пахнет козлик, дети тоже должны знать. Рыба. Черника. Еловый лес. Это была последняя страничка. И, собственно, сама история про козлика в швейцарских Альпах, про то, как он с друзьями помогает спасти заповедник и всех животных, которые там живут, очень интересно, с удовольствием с дочкой прочитали. Так что подобные книги в преддверии новогодних праздников могут стать отличным подарком для ребенка. В инфобоксе я оставлю ссылочку на ресурс, где эти книжки можно заказать. Решила заглянуть вот сюда. Видите, потихонечку идет сборка нашей гардеробной. Скоро все будет. К слову про утюг. Я тут сейчас глажу шторку в ванную комнату. И меня часто спрашивают, пользуюсь ли я тем утюгом от Филипс, на которой у меня на канале есть обзор. Да, вот как видите, сейчас в этот дом я забрала именно этот утюг, потому что парогенератор, который я очень, конечно же, люблю, он остается у родителей. А вот этот утюжок приехал со мной в мой дом и, в общем-то, выручает меня. Поэтому буду пока пользоваться им. Может быть, когда-то и куплю себе парогенератор, но пока считаю, что в этом нет необходимости. Вот сюда вода заливается, вот в этот отсек. И, в общем-то, подается классный пар. Поэтому зачем мне сейчас тратить лишние деньги, когда вот вещь замечательная и работает. Так что, да, я до сих пор довольна и пользуюсь. И вот, как видите, шторка поглажена без единой морщинки. Еще, не знаю, позволит мне свет в камеру показать вам штору румонную, которую я купила в ванную. Надеюсь, что все равно будет хоть немножечко видно. Вот такая день-ночь. Я подбирала под расцветку. Видите, у меня в ванной такая белосиреневые оттенки. Вот. Там орхидея, здесь орхидея. И, смотрите, такие вот сиреневые веточки. Смотрится она очень классно. И мне нравится, что можно вот так на ночь закрыть. То есть, никто из соседей не увидит, что происходит у вас в ванной. И, собственно, когда наступает день, вот так открываешь. И просто вот такая красота висит на окошке. Сейчас попробую подсветить. Все равно получается не лучшим образом, потому что свет идет от окна. Но по-другому, наверное, только когда за окном будет темно. Вот попробую, когда будет темно, на контрасте вам еще показать. Это вот чертежи для сборщиков. Видите, один из шкафов. Это шкаф под лестницей. Вот оно. Наполнение подлестничного пространства. И вот, получается, сама лестница идет на второй этаж. Здесь скошенные такие, видите. Фасадики. У нас шкафы с распашными дверями. Понятное дело, что за один день все это не успеть собрать не смогут. Поэтому сборщики у нас приедут и завтра, и, возможно, послезавтра. Поэтому влог продолжу. Продолжу обязательно. Хочу показать основу внутреннего наполнения, скажем так, шкафа. Осталось прям совсем немножко. Сейчас дверки навесят. Коридор получился возле ванной комнаты. Ниша под морозильную камеру. Пылесос здесь вертикальный встанет. Здесь обычный такой пылесос, который можно свернуть. Здесь полки для хранения. И вот это будет открытая полка. Полукруглая. И вот здесь наша задумка еще сделать шкаф с одной дверцей. Закрывающийся. То есть мест для хранения очень-очень много. Потом покажу, что в результате получается. Ну что, первый шкаф почти готов. Вот здесь лесенка стоит. Не обращаю пока на нее внимания. Вот о чем я говорила. Дверка с фасадом. Открытые полки. И вот тут вот фасадики. Вот такие. Пока еще без ручек. Но смотрится уже прикольно. Как будто бы он здесь и стоял. Сверху сейчас осталось еще карниз прикрутить. И все. Шкаф готов. Только что из СДЭКа курьер привез мне ручки. Тоже заказывал их отдельно. Захотелось мне вот такие вот красивые. Чтобы это были тюльпанчики. Да еще с кристальчиками. В общем, вот так. И одна ручка здесь у меня в виде кнопки должна быть. Сейчас найду, покажу. И вот так выглядит ручка-кнопочка. Не такая уж она и маленькая, что удобная. То, что нужно. Вот так. Вместе смотрится. Единым целым. Шкаф готов. Полностью. Теперь я могу его показать. Уже с ручками. И вы знаете, мне очень нравится. Прям реально нравится. Очень он похож. На нашу кухню мы как раз выбирали пленку. Это пленка, видите, с патиной под серебро. И вот так смотрятся ручки. Фрезеровка очень красивая. И, на мой взгляд, сочетается прямо вот с нашей дверью. Да? Что думаете? Очень похоже. Как и обещала, показываю уже, когда стемнело за окном. Шторка. Ну, мне нравится. Вот прям реально. Я на первом этаже сделала такую, только веточки золотые. Здесь они такие розово-сиреневые, а там золотые. Вот. Вариант ночь. Гардеробная наша тоже закончена. Вот так покажу чертеж. Как все это выглядело в планах. Смотрите, как это выглядит в реальности. Комод на 8 ящиков. Вот здесь мы специально оставили свободное место для того, чтобы можно было вот по этой стене поставить гладильную доску. И удобно было бы к ней подходить. И вот доступ к розеткам. Вот здесь штанга. Здесь можно вешать блузки, пиджаки или брюки, юбки. В общем, что-то такое маленькое, скажем так. Здесь уже для длинной одежды две штанги. И вот таким образом обошли батарею. Видите? Здесь прямо нам на фабрике все это скруглили. Чтобы не делать по месту выпилов. Стеллаж для одежды, который буду сворачивать. Может быть, потом какие-то коробочки специальные сюда куплю. Чтобы все это было красиво. И зеркало. Зеркало, которое мы покупали в Икеа. Хемнес. В белой раме. Мне кажется, отлично сюда вписалось. Смотрите. Прям здорово осталось место именно под него. Как будто бы оно вот прям сюда и просилось. И, в общем-то, дверка. Я уже здесь все помыла. Осталось, чтобы выветрился запах. И можно будет укладывать вещи. Вот такая, на первый взгляд, простая. Но в то же время очень вместительная и функциональная гардеробная комната у нас получилась. Осталось только последний штрих доделать. Вот сюда поставить плинтус. Который сняли во время монтажа. И еще кусочек установить под зеркало. Сегодня продолжается сборка нашей мебели. И вот, как видите, прихожую наконец-то начали собирать. Та, которая с каретной стяжкой. Сейчас нужно будет перенести розетку. Вот сюда, над столешницей. И крутить крючки. И, в общем-то, вот дособрать. Мелочи такие остались. И уже будет красивый. И самый трудоемкий, это, наверное, шкаф в прихожую. Посмотрите, сколько здесь чертежей. Всего прочего. Мне, на самом деле, очень сложно разобраться. Надеюсь, нашим сборщикам это под силу. Цветом я довольна. Серый. Прям как нельзя лучше подходит под цвет столешницы. То есть такая здесь серебристая патина. Был выбор между белой кожей и вот такой вот серой. Но мы посчитали, что все-таки белая кожа в прихожей. Это очень марка. И вот здесь вот оставили место. Встанут крючки, которые я вам вчера показывала. Хочу вам еще показать вот такую консоль. Заказала только что, приехал курьер из интернет-магазина «Твой дом». Привез мне это все дело. Смотрите, такие ноги. Как все это должно выглядеть. Вот так. И прямо вот в комплект Джульетте. Вот к этим вот этажерочкам. Сейчас соберем и я вам все покажу. И вот она, консолька готова. Заняла свое законное место. Вот здесь сверху еще обязательно нужно будет повесить зеркало и какой-нибудь, может быть, светильник. У нас там шкафы вовсю собирают. А мы свою мебель собираем. Ну и еще я решила взять комод. Вот такой узкий, высокий, на шесть ящиков. Тоже из этой же серии Джульетта. Сейчас приступим к его сборке. Вот этот шкаф, к сожалению, сегодня завершен. Не будет. Вы знаете, я тут обнаружила проблему. Для меня очень значимое и важное. Вот посмотрите. Вот этот зеркальный шкаф. Видите? Темная полоса. То есть на фабрике не завернули пленку туда вниз. И поэтому зеркало отражает вот эту вот МДФ-ку. Которая без пленки. Я думаю, что видно. И еще вот эти вот силиконовые сопли. Прямо вот по-другому назвать не могу. Уже созвонилась с фирмой. Мне обещали все это поменять. То есть я отправила фотографии. И сказали, что все поменяют. В ближайшее время. Это уже радует. Дверки на чердаке вот такие вот распашные. Ну да, промахнулась я немного. С цветом пленки на фасаде. И вот, в общем-то, вот так. Там много места для хранения. У нас таких три ниши. До сих пор никак не соберем шкафы, которые здесь должны быть. Времени не хватает ни на что. Итак, третий день подошел к концу. Показываю результат работы. Вот здесь пока не доделка. Видите, дверцу с зеркалом забрали на переделку. Будет новая дверь. То, что вчера говорила, зеркало сделают по-нормальному. И вот добавили сегодня вот такие вот балясины поверху полки. И получилось очень даже хорошо. Вот здесь будет распашной шкаф, чтобы вешать одежду. Полка для обуви. Выдвижные ящички. И вот здесь такой распашной. Осталось все это помыть. Привести в порядок. И можно пользоваться. И главный шкаф под лестницу. Посмотрите, получился очень красивый. Вот здесь мы реализовали выдвижные ящики. Вот так. Доступ. Там еще, видите, вторая вот половинка для обуви. В коробках хранить. И еще вот здесь. Здесь вот такой вот трехсекционный выдвижной ящик. Пока петли достаточно тугие. Но я думаю, что они в процессе работы разработаются. Две двойные дверки. Вот здесь вот фальш-панель и все остальное. И зеркалом тоже фальш-панель. Пока временно она здесь стоит. Потому что ее тоже привезут новую. Потому что, вот видите, темная вот эта полоса. Переделают. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри вот такое наполнение. Блок из трех выдвижных ящиков. Полки. Вот здесь штанга. Здесь вот еще полочка. И вот сюда мы потом еще одну штангу вот так повесим. Просто почему-то не оказалось ее в комплекте. Привезут ее сборщики. И вот сюда насверлим крючков для детской одежды. Чтобы они сами могли все это вешать. Вот так. И смотрите. Вот здесь. Вот так шкаф заканчивается. Тоже зеркало. Полочка. Там вот две полки. Очень сложно показывать. Шкаф большой. Антресольки. И еще шкафчик. Вот такой. Две дверки. Все это нужно помыть. Вычистить. Вот так. В целом шкафами я осталась довольна. Если не смотреть на мелочи, то все получилось очень даже хорошо. У нас уже глубокая ночь. Вот так вот влезу в кадр. Все-таки попрощаюсь с вами по-человечески. Закончу влог. Вот там сзади меня наши сборщики едут домой. Я, кстати, тоже иду к детям. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Обязательно еще увидимся.